Ни возраст, ни самочувствие, ни помеха, когда в стране выборы считают супруги Котельниковы Пётр Павлович и Антонина Григорьевна. В избирательных кампаниях принимают участие с 1946 года, рассказывает легендарный защитник Брестской крепости. Время было другое, но всегда голосовали за лучшую жизнь народа, чтобы дети и внуки жили в мире и достатке, за то, чтобы пенсионеры ощущали заботу о себе, чтобы был порядок в городе и в стране и в этот день. Они отдают свой голос тому кандидату, который сможет воплотить все их надежды. Мы уже давно определились, и мы, конечно, понимаем, что настоящий или избранный президент не пойдет по тому пути, по которому пошли наши соседи, та же Украина. Нам не нужны ни желтые, ни цветные, ни майданы. Нам нужен спокойствие, мир. И мы надеемся, и я надеюсь на то, что будущий президент, избранный президент, продолжит те традиции, которые сейчас существуют. Это укрепление союза между Белоруссией и Россией. И, конечно, самое главное, это должен быть мир. Ни разу не пропускали. Все время голосовали. Ни разу не пропускали. Как вы считаете, от одного голоса что зависит? Ну, от одного голоса тоже зависит что-то, да. А вдруг не хватает одного голоса, конечно, это надо обязательно, чтобы все проголосовали. Нравится, не нравится, надо голосовать. И шли голосовать дружно, с семьями и с друзьями, как на праздник. Наверное, у белорусов менталитет такой. За свое будущее, за будущее своих детей страны уже в первой половине дня отдали свой голос порядка 60% брестских избирателей. Среди тех, кто в основной день голосования пришел делать свой выбор, был председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Настроение приподнятое, уверен, все пройдет успешно. У меня уже в традиции рано утром обычно приходить на избирательные участки. Самое главное, чтобы люди приняли участие. Этим они выражают свое отношение к власти. И поэтому мы будем видеть по итогам голосования, как люди относятся к нашей работе. Анатолий Васильевич, за что вы лично сегодня голосуете? За нашу страну, которая есть на сегодня и которая будет завтра, я уверен в этом. Уверенность эта обоснована. Ведь сколь много за прошедшее пятилетие сделано в стране. Сделано в Брестском крае и удивительно красивы наши города. Каждый приезжающий отмечает чистоту и порядок, атмосферу особого умиротворения. Дворцы спорта, учреждения культуры, торговые объекты, растут новостройки, возводятся мосты, реконструируются дороги. Все это реальность. А сколь много средств вложено в медицину, образование. Брестские врачи проводят такие операции, которые еще десяток лет назад были не подвластны их скальпелю. И нашему пониманию, сегодня современная медицина может творить чудеса. Все это означает, что все мы за эти годы прошли проверку на государственное совершеннолетие, что политика государства правильная. За стабильность, мир на родной земле, спокойствие. За Беларусь, за лучшее, чтобы оглушить впереди. Хочется, как матери мира, стабильности, покоя. Хочется, чтобы каждый избиратель сделал правильный выбор. Волновалась очень, переживала. С мамой пришла, меня очень поддерживала. Голосовала за независимую Беларусь, чтобы хорошо училась, учиться было здесь, процветать. Мы голосовали за будущее, за мир. Выборы 2015-го уже вошли в историю белорусского электорального процесса как первые взвешенные, размеренные именно белорусские по духу выборы. Это отмечают и сами избиратели, и те, кто весьма пристально наблюдал за осенним марафоном. Всего на Брещене работало порядка 5000 наблюдателей, международных и национальных. Не было отмечено каких-либо замечаний, проколов, несоблюдений. Каждый говорил о том, что все организовано в соответствии с избирательным кодексом и мировыми стандартами. Выборы президента Беларуси – это мои третьи выборы здесь. Выборы двух парламентов тоже здесь. Поэтому, как наблюдатель Беларуси, видимо, пятый раз. Я думаю, что выборы, а не белорусские выборы, это пример, это итог той политики, которая проводится на протяжении не в день выборов, а до выборов. Вот между выборного вот этого процесса. И если все чисто, красиво, спокойно, стабильно и нормально, то и продолжение, и финал будет такой же. Вот так спокойно, нормально и проходят эти выборы. Сегодня с утра были на участках открытие голосования. Хочу сказать, отметить, что подготовка к выборам очень хорошим, организационном уровне. Члены участковой избирательной комиссии свои полномочия знают. Нас поразило очень большое количество досрочно голосовавшихся. В одном из участков около 36% голосовавшихся досрочно. Это хороший результат, мы считаем. Ну, в общем, могу сказать, что люди на выборы идут. Тот уровень и организации, и явки, он абсолютно импонирует нам. И хотелось бы, чтобы до конца сегодняшнего дня, конечно, как можно больше избирателей пришло на избирательные участки. И тот кандидат, которому будут отданы большинство голосов, естественно, заручился большей поддержкой избирателей, поскольку это очень важно для, прежде всего, для легитимизации его деятельности. Активно голосовали на Брещене везде, в воинских частях, в учреждениях здравоохранения. Процесс легитимности избирательной кампании в Брестском крае в ходе рабочей поездки проверил и Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального Собрания. Особая активность, впрочем, как и на предыдущих выборах, отмечена в сельской местности. В деревне Черни Брестского района с утра было многолюдно и весело. Процент прибавляется. В данный момент уже 43%, включая досрочные. То есть, ну, как вы видите, избиратели идут, я думаю, к обеду 50% уже будет людей. А это что значит? Значит, что выборы идут активно. Население участка, проживающее на территории нашего избирательного участка, занимает активную гражданскую позицию. Я участвую в работе избирательной комиссии участковой уже не первый раз и убеждаюсь в этом тоже не первый раз. Выбор каждого из нас сделан. А это означает начало нового периода в стране, периода, который определили мы сами, придя на избирательные участки. Прежде всего я голосую за наше наилучшее будущее, чтобы нам всем хорошо жилось, чтобы мы могли работать, чтобы наши дети могли учиться, чтобы мы могли получать медицину бесплатную, образование самое замечательное, за все самое хорошее. За стабильность, опять же, за мирное небо, за спокойствие, за спокойствие наших детей, родных и родственников. Чтобы спокойствие было у нас и тишина кругом. Выбор – это будущее, судьба нашего народа и нашего будущего. Лариса Осмолович, Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук для программы «Бокинформ». Продолжение следует...